Продолжение следует... 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 есть удар есть подбой но к сожалению для кости нет позиции придется ему сейчас поломать голову куда что забивать заказана восьмерка в угол попадание стопроцентная и опять же есть удар по восьмерке но для и восьмерка уже не победный шар и в данном случае ему придется забивать последовательно все три а это очень логично сергей а это уже целая партия практически есть восьмерка очень классный удар делает сейчас илья и очень уверенно по центру вузы восьмой шар исчезает из нашего поля зрения 9 тоже и не вижу препятствий для того чтобы счет стал 20 в пользу или не плену так становится и константину сейчас нужно задуматься о бытии что он может противопоставить собственно этому молодому и дерзкому наверно когда сам константин был молодой дерзкий или я даже не мог сказать слово билерт да но об этом следующий нашей трансляции мы поговорим мы опять же в очередной раз ильян демонстрируют нам что разбой не самая сильная страна его игры но позиция вполне приемлемая но которая вполне возможно даже играть я уточняет что происходит если форный шар падает с разбой а и наш судья борис пелюх говорит ему что формы шар в данном случае остается в лузе и и я сейчас лишается своего преимущества ему придется дать мимо единиц стараться и играть от начала до конца костя продолжает свой тактический променад вполне возможно что пытался вам биток спрятать сейчас за двойку но поставил его сверху и тоже принципе неплохо получилось ну и вот мы смотрим что илья как игрок скажем так неопытный смотрит десятку скорее всего сейчас она и будет заказана и от шара будет пытаться вернуть заказа да я тоже не видел его но и вместо десятки решал забить просто биток но этой для кости возможность немножечко подразмяться ну и выровнять в конце концов свое положение мы видим что константин закопался да к сожалению тройка уже никуда не играется но у нас борис пелюх делает объявление в стиле владимир владимирович путина представляю как президент нашим чиновникам говорит нельзя проносить собой кушайте со скидкой 20 или как президент ведет и бен тур разваливается сетку объявляет новые матчи как говорится буду краток но вот мы видим что илья демонстрирует очень очень неплохой уровень игры целом конечно если он сейчас справится с этой позиции то это будет уже однозначно очень неплохая заявка на победу опять же тут ошибка мелкий брак недокат на восьмерку сейчас последует скорее всего контакт с десятом шаром нет он играет на нижнем вращении сильно уверенно и еще один такой же сильно уверенный удар должен сейчас нам продемонстрировать нашел риску ли они тоже да нет ну вот это это действительно уже заявка на победу более более чем уверен супер приятно посмотреть на этого молодого парнишку молодец 30 раскладывает он константина по полочкам да константин мне кажется немножечко сейчас не понимает где он находится слишком уж со старта он много на пона ошибался причем именно пона ошибался половых по тактической по отыгрышам по тактическому рисунку хотя в этом компоненте я считаю что он должен переигрывать своего партнера на 99 процентов разбой мы видим что шары недостаточно плотно были установлены потому что десятка устремилась на прямую угловой лузе пушаут играет константин ну и возможно в данном случае илье есть смысл попробовать атаковать 10 шар что ты скажешь на это сказать слишком маленькая мягкий удар на правом нижнем вращении от борта вполне возможно развернет биток в нужную часть 10 шара на вот мы видим что если я заказываю десятый шар и нет 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 борт биток должен был попасть гораздо раньше и я не знаю на чем он там завис еще небольшой доли фарта да 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 но скорее всего так есть костя заказывает 2 такого шара за сегодня забивает чумового абсолютно константин и полуфинале с андреем была двойка забита налево просто сумасшедшие но и вот очередная единица мягкая идеально нет все таки стол немножечко конечно уже подушатанные мягко говоря и да было бы сукно было бы сукно посвежее конечно такой шар бы упал но опять же не выхода то не получилось на тройку может быть водоплека закончить партию дуплетами тренируется константин можете такое позволить ему есть двойка есть биток и есть у кости на мой взгляд открытая позиция потому что все таки восьмерка уж слишком там висит в двери после комбинационного удара выход на пятерку у нас будет интересовать первую очередь а дальше ничего сложного я не вижу и вот как раз немножечко не до резал четверка восьмого шара костик и сейчас нужно постараться есть есть выход у нас на пятый шар и в малой зоне костя будет удерживать биток едва кстати сейчас пятерка так не осталось story лузы ну и вот здесь не хватает константину то ли выдержки то ли концентрации видно конечно что не пошла у него игра самого начала и ошибка досадная ошибка не характерная для игрока такого уровня но и опять же илья ничего очевидного кости не оставляет и нужно сейчас очень очень постараться чтобы с пользой с пользой разобраться в этой позиции мы видим бросок удар сбор сложный пытался выполнить илья через два или три борта выйти на десятку у него не получается и константин вновь у стола ну не дорезает не дорезает прилично и опять же оставляет позицию или в этой ситуации уже конечно молодой спортсмен должен должен справляться есть удар забита девятка и скорее всего счет станет сейчас 40 константин берет тайм-аут ну и мы возьмем маленький перерыв то где он и Ну а мы возвращаемся к нашему матчу за третье место. Где Константин Золотилов, на удивление, проигрывает со счетом 0-4, не задался старту Косте. Он сейчас брал таймаут, вполне возможно попытается как-то изменить и навязать игру. Левое объявление о каких-то непонятных лохматых играх засоряют нам эфир. Какой-то Грозд-Фокин. Поенки с Мережкин. Поенки с Мережкин, да. Ну и мы видим, что Илья сейчас немножечко совершает ошибку. Вот, Илья совершает ошибку в том, что произошло соударение с пятым шаром. На мой взгляд, он мог сделать это без этого. Ну и 5-6 комбинаций несложные уже стоить. Да, но нужно поставить хороший угол для того, чтобы сыграть им. Nice and low. Я думаю, многие зрители слышали интересное суждение Юрики с Мережкин о том, что лузы закусывают неправильно. А, еще и неправильно лузы закусывают. Ну, Юры богатый опыт участия. Именно ключевое слово – участие в турнирах. Да, но он же победил предыдущий АБН. Или сыграл в финале. Нет, он победил, победил, победил. Да, действительно победил, но слишком уж сладкие условия были в том турнире для него, с его рейтингом. И не забываешь, что это девятка. Ну и Илья отыгрывается, делает это классно, потому что действительно сейчас Костю предстоит использовать минимум, наверное, два борта для того, чтобы достать пятерку. То, что с этой стороны я не вижу прям тонкого попадания. А плюс там еще и форный шар. Ну да, это фолл. Это, конечно же, фолл. И тут никаких сомнений. И вместо пяти шаров Илья нужно сейчас забить всего лишь три. А для того, чтобы с этим справиться, ему нужен хороший выход на шестерку. Так, есть. Ну и хватит ли выдержки молодому спортсмену? Да, я думаю, что да. Это... 5-0. 5-0. И... Без иллюзий пока что для Константина Золотилова, для игрока с многолетним опытом, проходит эта встреча. Это, конечно, забавляет, то, что Илья проверяет, типа, пирамиду. С таким-то разбоем. Но, как вы могли заметить, Сергей, я думаю, это первый неудачный разбой в плане падения шаров Илья. Да, но нет никакого контроля, не было продемонстрировано. Я уже говорил, что над этой стороной Илья нужно поработать. Так, пуш-аут выполняет Константин. И Илье предстоит выбор. Забивать бублет к себе оборотником или отыгрываться в тонкую. Я думаю, перед Ильей стоит выбор жарнуть или жарнуть посильнее. Ну, Андрей, вы в этих ваших новых ведениях разбираетесь лучше меня. Я уж от вас мультиков всяких насмотрелся. Ну, и мы видим очередную открытую позицию у Кости Золотилова и посмотрим, что он сможет выжить и сможет ли вообще он выжить из этой позиции максимум и размочить счет. Ну, и здесь, конечно, выходил под середину, но перекатил, перекатил прилично. В середину выход просматривается ли до досадное соударение, плюс, естественно, перерез. Ну, нету, нету там удара по тройке в середину. Опять же, отыгрыш. Только отыгрыш остается нам в данном случае. И посмотрим, какой вариант выберет Илья. Илья именно заказывает отыгрыш. Собственно, опять же, это немножечко, наверное, неправильно, потому что в десятке смысла заказывать отыгрыш. Абсолютно никакого нет. Вот ты либо заказываешь шар, либо молчишь. В случае, если у тебя падает дурак, все равно соперник либо забирает дар, либо оставляет его тебе. Поэтому говорить отыгрыш, играя в десятку, смысла нет. Промолчал и поножна в реакции, и оппонента вдруг схавает. Да, ну и вот мы видим очередную ошибку. Не знаю. Я их не считал, но, мне кажется, Костя за весь турнир не сделал такого количества ошибок, сколько он сделал в этом матче за полтора места. Не та уже мотивация, конечно. Такие игры играть очень тяжело. Собственно, поэтому у нас в Бильярде, в Пуле, в частности, очень-очень редко такое случается. То, что есть матч за третье место. Это недостаточно мотивирует такие игры игроков. Потому что все, кто приезжают играть в турнире, они приезжают за первым местом. И стараться и разыгрывать третье место абсолютно бессмысленно. И мы видим, что, опять же, Илья методично убирает один за другим шары. И в данном случае выигрывает эту встречу. Счет 6-0. Ну и с чем мы поздравляем. Поздравляем молодого игрока. Молодец.